Профессийный тренер с пилатесу Юлия Жданюк, Витаем у вас в нашей студии. Доброе утро. Юлочка, наши телезрители знают вас по нашей постоянной рубрике «Спорт здоровья, это краса». Сегодня у нас, у всех телезрителей, у нашей команды возник вопрос, что делать людям с сидячей работы, и как немножко расслабить свои мышцы, для того, чтобы вот у меня, допустим, всегда болит шейный отдел, и это действительно проблема. Как с этим справиться с помощью пилатеса? Это действительно проблема, потому что сидячая работа, особенно длительное время, несет за собой не только закрепощение воротниковой зоны, как у вас, это еще и проблема в пояснице, это еще и угроза барикоза, и много-много чего нехорошего. Но наша жизнь диктует нам свои условия, мы вынуждены проводить много за рабочим столом, причем это и клерки, и ученики, потому что вот и менеджеры, и так далее. Есть некоторый набор упражнений, конечно, которые могут вам помочь, но и в любом случае активная жизнь не только на работе предполагает быть. То есть вы посещаете залы, если есть такая возможность, если нет, всегда можно заниматься дома. Я не поверю, что это невозможно. Мы всегда найдем время для того, что мы действительно хотим. Я думаю, что сейчас наши телезрители найдут минутку для того, чтобы повторить за вами, вместе с нами сделать небольшую такую зарядочку, с помощью которой действительно можно помочь своему телу чувствовать себя комфортно. Да, вы знаете, даже сидя за рабочим столом, если у вас нет возможности встать, размяться и сделать что-то такое красивое, чтобы порадовать и коллег тоже, то можно сделать сидя. Во-первых, обратить внимание, как вы сидите. Конечно, эти стулья не самый удобный вариант, это однозначно для работы, потому что вам нужна опора под стопы, ноги не должны болтаться, угол в коленях не должен быть острым. У вас не должно быть давления под бедро задней поверхности бедра, краем стула. И нога на ногу, соответственно, это тоже не очень хороший вариант, хотя, безусловно, красиво. Итак, вы должны сесть. В офисных стульях всегда есть нормальная спинка сзади, на которую можно облокотиться. Вы должны сесть так, чтобы была возможность прижать поясницу, положить руки вот сюда, и вот эта часть, как на шарнирах, будет двигаться во время движения. Давайте сделаем вместе, в ту сторону. И выдох, и поворот. Вдох и центр. Выдох, поворот. Вдох и центр. Ваш нос и голова на линии пальчиков, то есть вся верхняя часть, как будто вы робот, двигается. Это даст возможность немножко раскрепостить грудной отдел и шею. Затем можно отпустить руки вниз, расслабить плечи, руки, кисти полностью, как веревочки, тяжелые руки. Поднять плечик ушам, назад, вниз и отпустить. Уши, как тело, откликаются сразу. Вниз и отпустить. Здесь очень много сжатых мышц во время того, как мы сидим. А если вы еще наклонили голову, то это, ну, например, вы наклонили немного голову вперед и просидели так некоторое время, это плюс 27 килограмм на вашу шею. Ну, просто так, на ровном месте. То есть сидеть нужно ровно, не наклоняя голову. Да, я вам открою секрет. Все сидения, которые имеют некую форму, это не потому, что дизайнер очень был находчивый к этому какой-то. Это реально для того, чтобы вы могли плотно прижать спину. Конечно, барные стулья к этому не относятся. Вы не должны тут проводить много времени. А любые стулья, офисные и так называемые ортопедические, даже в машинах, сидение, в принципе, когда вы сидите и проваливаете таз, и куда-то там складываете ноги, это не очень хорошее положение для вашей поясницы. Перерастягиваются связки поясничного отдела. Человек потом встает, что-то, я не знаю, завязать шнурки, у него прострел в пояснице. Вдруг. Я вас уверяю, вдруг не происходит ничего. Хотелось бы узнать, вот сейчас, повторяя с вами упражнения, почувствовала небольшой хруст. Это нормально? В вашей ситуации это прекрасно. Потому что в каждой ситуации индивидуально. Дело в том, что закрепощение мышц ведет к некоторой плотности, к некоторой негибкости этой части тела. Если мы сейчас будем углубляться в фасциальной связи, во все остальное, было бы более понятно. Но поверьте мне на слово, что если мышцы, в какой-то момент долго вынуждены держать какую-то нагрузку, они все ресурсы призывают, чтобы как-то это зафиксировать и оставить в этом положении, раз вам так надо. Если вы начинаете двигаться, тело понимает, можно отпускать, ура, жизнь возвращается. Поэтому я вас поздравляю, у вас все в порядке. Жизнь вернулась. Да, жизнь вернулась. Более того, вы всегда можете прибегнуть к дыхательной гимнастике. Это тоже все очень просто и очень весело. Мы можем тоже подышать. В пилатесе принято среднегрудное дыхание. Мы положим ручки вот сюда, на ребра, где заканчиваются наши ребрышки. Отпустите плечи вниз. Хорошо. И вы чувствуете ладошками ваши ребра. Представьте, что мы ребрами умеем улыбаться. Растяните такую самую-самую улыбку на вдох. И ребра разъехались в стороны. И выдох собрать. Если при этом среднем грудном дыхании еще постараться не поднимать ключицы вверх, вы почувствуете, как наполняется воздухом легкие, как снимается нагрузка с той же воротниковой части, с грудной клетки. Вам становится легче сидеть ровно. И что мне нравится, это образ. Из того, как вы объясняете, пытаясь представить, как улыбаются мои ребра, настроение даже все больше увеличивается. Два в одном. Это смысл пилатеса на самом деле. Вовлечение всего тела. И наш мозг так устроен, что если он четко представил картинку, я вас уверяю, он найдет сам осуществить какую-то задачу. Этим способом пользуются, например, гонщики перед очень сложной трассой. Они прогоняют это все визуально. И потом они уже проще проходят углы. Наше тело также. Сделали дыхательную гимнастику. Немножко расправили плечики. Что еще нужно сделать, сидя в офисе? Ну, всегда можно подвигать головой, но здесь есть одно но. Но никогда не делайте это резко. Вот ни в одной методике, как бы вас не уверяли, это очень хрупкая часть нашего тела. Шея – это наша жизнь. Не нужно лишний раз рисковать. То есть вертеть его вокруг на 180 градусов? Если вы не сова, то лучше не стоит. Потом прикладывать чрезмерные усилия с опорой, там, руками. Это все имеет место быть, но это отдельная практика. Это минут 20 должно быть разминки до этого. Это не в офисе 100%. Что мы можем взять в офисе? Мы можем просто опустить голову вниз и расслабить шею. Ощутите вес вашей головы. Позвольте просто вашей голове потянуть заднюю поверхность шеи и артрапеции спины. Но чувствуется, конечно, не 27 килограмм, но чувствуется. А теперь просто качните головой со стороны в сторону внизу, и мы снова улыбаемся. Мы рисуем смайлик теперь головой. Еще раз слабленнее. Угу. Хорошо, теперь вытянитесь за макушку и представьте, голова, гелевый шарик, шея, ниточка. Легкая-легкая голова. Очень такая. Мы поворачиваем голову четко на своей оси. Вы поворачиваете вправо, в центр, влево, в центр, и еще вправо, в центр, влево, в стоп. А теперь киваете головой. Да. И это очень мягкое покачивание. Потом не. Хорошо. И не знаю. Хорошо. То есть вот вам небольшой набор упражнений, которые можно даже сделать сидя. Но, откровенно говоря, все равно каждый час, час 15, час 45, зависит от того, как вы сидите. Но в среднем это около часа. Вы все равно должны вставать, вытягивать руки, разминать спину, потому что любое, даже самое правильное положение, долго, это ухудшает кровообращение в нашем теле, как минимум. Я думаю, что если люди коллективно в офисе будут делать такую гимнастику, во-первых, они поднимут себе настроение, что действительно очень хорошо, а во-вторых, действительно помогут своему телу чувствовать себя расслабленно и работать более продуктивно. Это точно. Хотелось бы от вас еще один совет, даже на путь для наших телезрителей, по поводу того, как сообщить все наши правила, которые мы только что выучили, что не стоит делать при сидячей работе, а что действительно нужно и к чему стоит стремиться. Ну, смотрите, если в двух словах обозначить ситуацию сидячей работы, пожалуйста, обращайте внимание, как вы сидите. У вас колени должны быть прямой угол, не острый, как сейчас сижу я, вот так тоже нельзя, ноги под стул. Потом, у вас должна быть под ногами подставка, если вдруг стул оказался не по вашему росту. Но все офисные стулья имеют возможность перестраиваться. Затем, не игнорируйте спинку сзади вас, она не для красоты. Вы плотно облокачиваетесь на нее и периодически затылком находите опору, если спинка позволяет по длине. Дыхание среднегрудное, мы вспоминаем о том, как мы дышим. Мы, когда устаем, делаем зарядку головой, плечами, поворот корпусом и снова подышали. Более того, если вы работаете мышкой, можно еще поработать кистями, потому что там очень много закрепощения тоже, и это у нас отдельная будет тема. А вот для стоп тоже можно сделать какие-то движения пальчиками? Обязательно, очень хороший вопрос, спасибо. Наши девочки приходят в офис на очень красивых туфлях, на огромных каблуках, все прекрасно. Но уделите хотя бы 5 минут, сняв туфли и просто подвигая стопами вращательные движения со стороны в сторону, и ставите стопы как будто на стеночку, на невидимую, сжать все пальчики и растянуть. Это, во-первых, улучшит кровообращение во всем теле, во-вторых, это действительно снимает усталость. Ну что ж, спасибо вам большое за действительно отдельный совет. Думаю, теперь все наши телезрители будут чувствовать себя раскованно, прекрасно и с хорошим настроением с помощью ваших советов. Спасибо. Нагадуя нашим телеглядащам, что до студии Нового дня завитала профессиональный тренер Спилатесу Юлия Жданюк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова